Около 600 французских солдат, которые дислоцируются в составе боевой группы НАТО в Румынии, провели в конце января боевые учения. Так проверяли готовность военного альянса на восточном фланге в условиях войны России против Украины. Развёртывание боевой группы с бронетехникой в Румынии начали ещё в октябре прошлого года. «Мы были в Чинку несколько недель, чтобы тренироваться внутри батальона с голландской ротой, потому что внутри батальона у нас есть голландская рота, а также с румынами, например, и США. И после этого пришло время нам развернуться за пределами Чинку, особенно в Смардоне, чтобы продолжить нашу подготовку и делать что-то по-другому в разных тренировочных лагерях». В январе альянс направил в Румынию два самолёта-разведчика. В течение нескольких недель они будут выполнять задачи по наблюдению за действиями российских военных вблизи границ стран НАТО. Министерство обороны Румынии заявили, что основная цель учения – обучение боевой группы навыкам быстрого развертывания и выполнению боевых задач в рамках коллективной оборонительной операции НАТО. В Бухарест прибыли самолёты-разведчики дальнего радиолокационного обнаружения и управления, откуда они будут передавать НАТО информацию о любых тактических и оперативных перемещениях на границе Североатлантического союза. В условиях незаконной войны России против Украины НАТО будет следить за военными действиями на восточном фланге с помощью самолётов Румыния и союзники в безопасности. Ангель Тилвар, министр обороны Румынии, Фейсбук. Эстонские военные 27 января провели учения для отрядов территориальной обороны. В них приняли участие более 800 резервистов и членов добровольческого военизированного формирования обороны Эстонии. Учения адаптировали к боевому опыту Украины. «Мы используем тактику более мелких подразделений и ведём рассредоточенные боевые действия на местности с упором на применение противотанковых средств, чтобы не только противотанковые подразделения, но и личный состав пехоты могли применять системы противотанкового оружия». Эстония, Латвия и Литва ведут переговоры с союзниками по расширению военного присутствия НАТО на своей территории для сдерживания России. «Нам необходимо наращивать наши производственные мощности по производству оружия и боеприпасов и тесно сотрудничать с оборонной промышленностью для пополнения собственных запасов. Это важно для Украины и для нашего собственного сдерживания и обороны». В НАТО понимают, что Россия не намерена отказываться от контроля над Украиной, поэтому заявляют о необходимости долгосрочного плана поддержки Украины странами Запада. Это необходимо, чтобы военный конфликт не распространился на соседние европейские страны. «Если мы верим в свободу, если мы верим в демократию, если мы не хотим, чтобы победили самодержавие и тирания, то им нужно оружие. Такова реальность». США уже готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине. Наталья Гусух, Владимир Штенгелов для телеканала Freedom.